Итак, всем привет! С вами Крип. Сегодня у нас на обзоре вот такие энергетики. Будет не только обзор, но и сравнение. Начну, как обычно, с предыстории. Я еще, наверное, где-то вот около нового года, там может быть в конце декабря, в начале января, и начал замечать в магазинах вот такую гориллу. Оранж. Ну, подумал, сделали новый дизайн. Да, то есть, такой вот красивый дизайн. Но мне начали люди писать, что вот попробуй Оранж, это не только новый дизайн, но и новый вкус. То есть, они поменяли вкус, говорят. Ну, мне стало интересно, думаю, надо попробовать, записать обзор, сравнить. Но вот что-то я не находил одновременно, чтобы был и старый вкус, и новый. Я не находил. И вот зашел сегодня в фикс прайс, и, наконец-таки, обнаружил и старый дизайн, и новый. Вот. Жалко, конечно, что не в банке старый дизайн, но в бутылке тоже ничего. Такая вот бутылочка. Давайте, наверное, с нее и начнем. Так, вот такая крышка. Ну, дизайн неплохой, в принципе. Банка тоже примерно в таких же цветах, в таких же тонах. Значит, тут видим надписи. Повышает внимание. Натуральный кофеин для двойной энергии. Формула выносливости. Витаминный комплекс. Без консервантов. Ну, витамины видим. Мы зарядили бутылку горилла двойной энергией. И уже не важно, кто ты и откуда. Главное, какая сила внутри тебя. Горилла, общество сильных. Эх, а кто, ребят, из вас помнит старую надпись на горилле? Когда они там писали, горилла вставляет на 2 часа дольше обычных энергетиков. Это была крутая надпись. Ее, к сожалению, убрали. Так, это у нас сколько миллилитров-то? 275. Состав, состав. Вот давайте сразу обратимся еще к этой горилле. Ну, скажу так. Дизайн стал более приятный. Я бы... Я бы сказал, такой более... Летний, что ли. Более яркий такой. Тут такой, типа, тотем какой-то, да? Апельсинки. Ну, сама горилла. Опять тут такой тотем. Апельсин. Ну, такой более летний дизайн стал. Такой летний. Яркий. Красочный. Если взять апельсиновый сок и соединить с беспощадной энергетической силой гориллы, на тебя обрушится мощный вкус и заряд двойной энергии. Горилла Оранж кайфован на вкус и содержит тонизирующий компонент кофеин. Горилла Общество Сильных. Вот. Реал Джуис плюс кофеин. Плюс таурин и карнитин. Красная крышечка такая прикольная. Ну, дизайн прикольный, как я уже сказал. Шрифт не очень, конечно. Но, как вы можете видеть, шрифт не очень такой. Плохо читать, когда такой мелкий шрифт. Он еще отсвечивает как-то. Но мы попробуем прочитать, да? Давайте сейчас сравним составы. Тут у нас в составе вода, сахар, вкус ароматическая, сока содержащая основа, в которой входят соки, апельсинная манго, ароматизатор, стабилизаторы. Е440, камедь, рожкового дерева Е410, витамины Е, А, апельсиновый сок, регулятор кислотности, кислота лимонная. Ароматизаторы, антиокислители, альфа-токоферол, аскорбиновые Е304, и сироп глюкозы и фруктозы. Так. Стабилизатор эфира, глицерина и смоляных кислот Е445, красители, тартар, тартразин Е102, желтый солнечный закат Е110, таурин, кофеин, стабилизатор, гумиарабик Е414, телькарнитин, витаминный премикс. Да. Жесть. Дофига Ешек. Да, горилла. Что-то вы расстраиваете вот этими Ешками. Дофига Ешек, и получается 3 энергокомпонента. Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Да. А сколько тут кофеина, таурина, непонятно. Тут только написано, что содержит 30 миллиграмм кофеина на 100 миллилитров. Больше ничего не написано про энергокомпоненты. Ну, 3 энергокомпонента. Так, тут у нас состав тоже такой мелкий. Вода питьевая. Состав вроде бы тот же, только менее химозный. Он короче и менее химозный. Тоже соки апельсина и манго. Тоже кофеин, таурин. Рикарнитин. Ну, то есть, по-моему, то же самое, только менее химозный. Кофеина 27 миллиграмм. То есть, тут поменьше немножко кофеина. Вот. Ну, то есть, они уже разные немного, да? Примерно одинаковые по составу, да? Но разные. Давайте же попробуем. Мне уже не терпится узнать. Налью в разные стаканы. Так, давайте. Тут надо крышку открывать, блин. Открывашкой. Вот не люблю такие крышки. Я считаю, что если делать там напиток в бутылке, то надо делать нормальную крышку, которую можно закрутить и открутить. Открыл крышку. Смотрите, какая прикольная. Для сильных духом. Давайте. Тут у меня немножко, как обычно, брызнуло оно, да? Пролилось. Так, ну, стандартный цвет. Так, для апельсинового напитка. Ох, дымок пошел. Наливаем. Ну, знаете, по цвету они вообще... А нет, чуть-чуть разные. Или нет? Чуть-чуть вроде бы пара разные. Вроде бы вот этот какой-то более такой оранжевый, да? Этот такой более желтый, что ли? Да, такой тут более насыщенный цвет какой-то. Так, давайте попробуем старый сначала, да? Блин. Что-то не то. Он стал другим. И вкус был такой, знаете, похожий на фанту, только такой кислый. То есть кислый апельсин был. Сейчас же это по запаху и по вкусу похоже на манго. Реально, это как будто бы... Вот раньше манго вообще не чувствовался. Был только апельсин. А теперь старая вот эта вот горилла стала с апельсином и манго. Странные дела. Давайте сравним. Уже по запаху вижу отличия. Тут такой запах, даже не могу сказать. Вот тут по запаху манго. Да, прям нюхаю и манго у старого. А тут апельсин. По запаху. Ребята. Офигеть. Я не думал, что это так будет. Но они разные. Вот они разные. Смотрите, я сейчас пью вот эту. По запаху. По запаху это манго. По вкусу манго и апельсин. Манго более выражен. А тут по запаху апельсин. По вкусу апельсин такой кисленький. Сочный апельсин. С маленькими такими нотками манго. То есть, прикиньте. Это что получается? Получается, тут манго ярко выражен, а апельсин чуть-чуть выражен. Получается, апельсин ярко выражен, а манго чуть-чуть выражено. Какие-то странные дела творятся с этой гориллой. Кстати, ребят, еще заметил такую деталь. Что именно вот новая горилла, оранж, немного похоже на вот эти вот таблетки, может кто-то знает. Продаются в такой длинной упаковке, железной. И вот такие вот таблеточки там. Ты их в воду бросаешь, они шипят. И получается такой витаминный напиток апельсиновый. Они в пятерочке продаются. В аптеках есть. Вот. Напоминает. Ну что могу сказать, мне вот эта горилла больше нравится. Она реально апельсиновая такая, то есть, оранж, апельсин. А тут больше манго выражен. Так, чего вы тут опять воюете? Короче, ребят, вот этой горилле я поставлю, наверное... Кстати, не сказал цену. 39 рублей, а это 59 рублей в экспрессе. Цена низкая. Ну знаете, ребят, с учителем вкуса, там, три энергокомпонента, ну нормально, неплохо. Вкус неплохой у обеих, я говорю, да? Ну, этот более такой бодрящий, что ли, вкус такой. Кисленький, летний такой. Я думаю, вот летом такая холодненькая прям отлично зайдет. Да я криворукий, блин. Как обычно, блин, через камеру смотрю. Короче, вот этот горилла летом отлично зайдет. Холодненькая такая. Вот. А это более манговая. Вот, они, конечно, не знаю, что сделали такое со старым вкусом гориллы. Раньше была совсем другая. Года два назад. Но в обеих гориллах есть химоза. Тут, конечно, поменьше, а тут химозы больше. И из-за химозы я, конечно, снижаю. Такое часто пить лучше не надо. Вы сами видели, сколько ешек. Это, конечно, вообще кошмар. Вот. Такие дела, ребят. Ну, неплохие. Я думаю, старому вкусу, если бы у него сейчас был реально старый вкус, как раньше, я бы поставил побольше оценку. Но сейчас они старый вкус испортили. Сделали какой-то манговый энергетик. Ну, короче, ребят, я с учетом всего поставлю... Даже не знаю. Пятерку. Пятерку поставлю, да. Тут поставлю, наверное, побольше. Семерочку поставлю. Вот. Неплохой. Но часто лучше не пить такую химозу. Зачем вливать в себя. Вот. А так неплохой летом, я думаю, зайдет. На этом все, ребят. Я, конечно, в это не верил, но оказалось, что они реально разные. Вот. Ну, больше, конечно, этот понравился. Вот. Такие дела, ребят. Попробуйте сами. Сравните. Вот еще раз. Они даже по цвету немножко отличаются, да? Немного отличаются даже по цвету. Вот. И по запаху, и по вкусу тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Крип. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok